Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Иерусалима! Мы продолжаем изучать Тору, и мы изучаем в основном пятикнижие, да, комментарии. Мы изучаем пятикнижие, и вот здесь как раз начинается сегодняшняя, сегодняшняя книга Хиттас, начинается с такой идеи, что Альтер Эребе, это основатель движения Хаббат, он говорил, что комментарии Раши к пятикнижию, это вино Торы, то есть мы как будто бы вот сейчас изучаем, то, что мы изучаем, это как вино Торы. Он отворяет сердце и раскрывает сущностные любовь ко Всевышнему и страх перед Всевышним. Комментарии Раши на Талмуд отворяет мозг и раскрывает сущностный разум. Это очень интересное такое вступление к сегодняшнему уроку, потому что действительно само по себе изучение чего-то, оно имеет смысл ради тех изменений, которые происходят с человеком вследствие изучения. То есть само по себе изучение, оно, ты знакомишься с какими-то понятиями, с каким-то материалом, с какими-то идеями, но это знакомство без того, чтобы оно переросло в твое личное какое-то изменение внутри, оно не имеет большого смысла. В Талмуде, кстати, разбирается в этот трактат Брахот, там есть очень интересное высказывание, сказал Равзейра, сказал Равзейра, Игра де Пирка Реита, переводится это с армейского языка так, что награда за урок это спешка на урок. Что это значит? Почему награда за урок спешка на урок? И вот этот Раша как раз комментарий, да мы изучаем Сутору с комментариями Раши, он говорит, потому что человек после урока обычно он не помнит, обычно он не помнит то, что было на уроке, он не может повторить то, что было, то, что он слышал от Равина. И поэтому он не получит награду за изучение. То есть награду за изучение Торы можно получить только если ты выучил, если ты запомнил. Выучил это то, что осталось у тебя после того, как ты учил. Но награда за спешку, за то, что он бежал на урок, за то, что он хотел, за то, что у него было намерение познать, постигнуть волю Всевышнего, оно с ним останется навсегда. Почему? Потому что именно в момент, когда у тебя есть намерение соединиться со Всевышним, и в этот момент ты изучаешь Тору, которая является как бы интерфейсом твоего общения со Всевышним, в этот момент происходит сущностное изменение. Даже если ты не запомнил то, о чем шла речь, но изменение происходит. Поэтому все, кто пришли на урок Торы сегодня, всем, чтобы были божественные благословения, чтобы произошли у вас сущностные изменения, чтобы вы стали более святые, освященные, близкие ко Всевышнему, и чтобы этот божественный свет, который вы сейчас в себе пробудете с помощью урока Торы, чтобы он направился на улучшение мира и жизни вокруг вас, вокруг нас. То есть это очень важно. Я, как всегда, так как у меня папа до сих пор не вышел из больницы, а я очень хотел бы, чтобы он все-таки выздоровел и вышел из больницы, а он все время на таком дате его из реанимации выпустили, потом было лучше, сейчас хуже, потом лучше, потом хуже. То есть я хочу, чтобы он выздоровел и все-таки вернулся домой. Поэтому я сейчас то, что мне нужно, я Всевышнего молю, чтобы он дал вам. Поэтому если у кого-то кто-то болеет или вы болеете, не дай Бог, чтобы Бог вам дал полное выздоровление, прям чудесное, полное, мощнейшее, сильное выздоровление. И чтобы также он дал выздоровление Борух Бен Сара, Борис сын Сары, чтобы он тоже вышел из больницы здоровый, вернулся домой. Вот я очень хочу, чтобы Всевышний сделал чудо для вас, и для ваших близких, и для моего отца тоже. Все. Значит, это опять же намерение. В жизни человека управляют намерения, вот то, что у него внутри, куда он хочет двигаться. Это единственный такой главный выбор, свободный выбор, главный выбор, который есть у каждого из нас. А дальше все события жизни, они начинают накручиваться на вот это намерение, на этот выбор. Поэтому, все, начинаем изучать сегодняшний день у нас. Начинается с того, что очень глубокая тоже мысль Любавического Рэбе. Это вообще просто мысль, которая такая, вот, если ее прочувствовать, она будет очень, может, сильнейшим образом повлиять на жизнь. Значит, мысль такая, обретение неба на земле. Мы же хотим обрести рай на земле, да? Хотим. Значит, как это сделать? Говорит Любавический Рэбе так. Во всех странствиях в жизни следует быть там, где вы есть. Глубокая мысль. Человек, а странствую, да, у тебя сейчас думаю, надо туда поехать, надо сюда поехать, надо то сделать, надо... Хочу поехать, у меня очень много сейчас друзей, там, переехали на Бали, да, зовут меня Блицкак, приезжай, а я сижу в Израиле. И я бы мог бы даже расстроиться, а я читаю, написано, во всех странствиях в жизни следует быть там, где вы есть. Где ты есть, это твое место. Мы можем миновать что-то на пути, нам кажется, что мы что-то пропустили. Нечто, кажущееся более важным. Но сейчас именно в этом месте есть цель. Сейчас именно в этом месте есть цель. Раз ты здесь, так ты уже здесь. И ты не где-то там, и не где-то там. И от того, что ты хочешь быть не там, где ты есть, от этого ничего не меняется. То есть ты здесь. И вот это очень важный момент, понять то, что ты здесь, и в этом месте найти такую цель, которая бы тебя включила. Это как копать нефть. Как копать нефть, и ты в любом месте, в принципе, если глубоко копать, можно в любом месте найти нефть. Вот представляете, где бы ты ни был, где-то, конечно, придется долго копать, но нефть есть везде. А духовность, ее найти проще. Всевышнего найти намного проще, чем нефть. Всевышний, он везде вообще есть. И чтобы его найти, просто нужно захотеть увидеть, раскрыть глаза, и понять, как ты там, где ты есть, можешь получить радость, удовлетворение, духовность, как ты можешь выполнить заповедь Всевышнего. Я вам сейчас вспомнил одну историю очень интересную. В тюрьме как-то посадили трех хасидов. Трех хасидов, это было там в 30-е годы. Посадили трех хабадников, как раз любающихся хасидов. И они в тюрьме сидят, и, значит, начали они плакать. Потому что был вечер, и им надо было молиться Маориф. Это вечерняя молитва после выхода звезд. Нужно молиться Маориф. А они не могли помолиться, потому что их посадили в камеру, и прямо их посадили возле такой ведро, которое с нечистотами стояло. Ведро с нечистотами. И, значит, они начали плакать, что они не могут помолиться Маориф, что Всевышний их оставил, что Всевышний про них забыл, отвернулся от них. И даже настолько Всевышний отвернулся от них, что они даже не могут помолиться вечернюю молитву Маориф. Всевышнему не могут помолиться, потому что там, где есть ведро с нечистотами, там нельзя молиться. И двое начали плакать, они сидели и рыдали. А третий, он сел, подумал, и им говорит, вы знаете, говорит, а что вы плачете? Они говорят, как, мы не можем, Всевышний от нас отвернулся, мы даже не можем выполнить волю Всевышнего и помолиться, потому что нельзя молиться там, где стоит ведро с нечистотами. А он им говорит, а смотрите, откуда вы знаете, что нельзя молиться? Они говорят, ну как, это написано в Шулхонорухе, в Талмуде написано вначале, потом в Шулхонорухе, в сборнике законов. Написано, что там, где есть нечистоты, есть плохой запах, то ты не можешь там молиться. Он им говорит, так смотрите, вы же сейчас выполняете волю Всевышнего. Вы выполняете волю Всевышнего, когда вы не молитесь, там, где нельзя молиться, это и есть воля Всевышнего. Так почему же вы думаете, что Всевышнего здесь нет с вами? Он с вами, когда надо молиться, он вам говорит, надо молиться, когда не надо молиться, он вам говорит, не надо молиться. И они начали прыгать, танцевать от радости, что да, мы выполняем волю Всевышнего, даже когда мы ему не молимся, мы все равно выполняем волю Всевышнего, потому что это его воля не молиться там, где нечистоты. И они танцуют, танцуют. Заходит надзиратель, смотрит, они прыгают вокруг этого ведра с нечистотами и танцуют, радуются. Он говорит, вы что психи, что вы тут радуетесь, да, вокруг этого ведра с нечистотами? Ну вы какие-то точно сумасшедшие, невменяемые. Говорит, взял и забрал у них это ведро с нечистотами, думая, что это оно их радует. И когда он забрал это ведро с нечистотами, то они смогли спокойно помолиться и продолжали дальше радоваться, потому что и так, и так они выполняли волю Всевышнего. Это как раз вот эта иллюстрация того, как можно найти радость там, где ты есть. А просто нужно копнуть чуть-чуть и понять, вот где же эта радость, где она. Хорошо. Теперь, значит, сегодня мы читаем как раз недельную главу, в которой рассказывается о том, как Всевышний сказал, как сделать все предметы вот этого передвижного храма. И, значит, вот здесь мы сегодня, вчера мы говорили о том, как он сказал сделать ковчег. Ковчег мы говорили о том, что у него 2,5 локтя длина, полтора локтя высота, полтора локтя ширина. И вот сегодня мы начинаем с того, что сказал Всевышний, сделай крышку на него, которая будет тоже золотая крышка, полтора, получается, на локтя ширина, 2,5 локтя, и такая будет прямо крышечка, покрытое золото. И вот тут интересная вещь. Мы наверняка слышали такое слово, в детстве даже слышал я, херувим. Херувим, слышали? Херувим ангелы такие. Откуда это слово? Вот, пожалуйста, написано в Торе. Веосита шнаем крувим. Не херувим, а вот в точное произнесение этого слова, как Бог сказал сделать этих двух ангелов на крышке этого ковчега, звучит это так. Веосита шнейм двух крувим. Заав, из золота их сделай, из одного куска сделай их, чтобы они стояли с двух сторон этой крышки. И вот эти вот крувим, это были, значит, сделай одного с одной стороны, другого с другой, и они вот так вот стоят, вот так с крыльями, и лица у них, у этих ангелов, были, знаете, какие? Лица были, как у детей. Как у детей у них были лица, и будут вот эти вот ве аю акрувим, порсейк нафаем, и были эти крувим, которые расправили свои крылья, да, такие ангелы с лицами детей на крышке этого ковчега. Лемала сухихим бэконфеем, они разговаривали, они покрывали своими крыльями, как будто бы этот ковчег. Значит, и их лица были, были друг к другу, обращены друг к другу. Значит, давайте сейчас прочитаю, потом мы углубимся. Значит, описывается точно и детально, как должно было выглядеть все убранство вот этого вот передвижного храма, где было проявлено, больше всего было проявлено присутствие Всевышнего, шхина, это, да, божественное присутствие. В этом мире оно есть, оно есть везде, безусловно, есть везде. Особенно, вот, особенно божественное присутствие есть в природе, то, что не изменено человеком, то есть это Всевышний произвел природу. Когда ты выходишь на природу, лес, вот это вот все, красота, небо там и так далее, это все проявление Всевышнего. Но есть места, которые Всевышний выделил как святилище, и вот этот вот передвижной храм в пустыне, это было его святилище. Он описывает, как оно должно там все быть, все быть предметы. И сказал Всевышний, да, венуатти, нуатти, это я назначу тебе, то есть он говорил с Мошер Абейну, место встречи там, с тобой, и буду я говорить с тобой между вот этими крыльями этих крувим, этих херувимов, которые стоят они на этом ароне, на этом ковчеге. Значит, то есть это было такое, как центр управления полетом. И когда Мошер Абейну туда заходил, святая святых, и между этими крувим была какая-то, была особенная духовная реальность, которую он воспринимал. И говорить буду с тобой. Вот Раши здесь объясняет так. Значит, когда входил Мошер в шатер, то слышал он голос, говоривший с ним над покрытием. То есть между этими крувим был слышен голос. Мошер входил в мешкан, в скинию, и как только он появлялся на породе, голос опускался с небес между крувим, и был слышен Мошер в шатре. Представляете, то есть Мошер Абейну слышал этот голос, и он был все время между крыльями этих крувим. Как это работает? Почему это так было? Мы не знаем. Всевышний творец мироздания, он сделал вот именно так. А почему? Вот, вот это вот очень хороший вопрос. Как сочетается изготовление крувим с тем, что написано, не делай себе никакого изображения. Всевышний сказал, не делай себе никакого изображения богов, да, каких-то сил. А здесь сам же Всевышний сказал, как будет устроено ковчег и вот эти вот ангелы. То есть он сказал, изготовь мне, грубо говоря, там колонку. Колонка, вот сейчас у нас есть вот такая колонка Wi-Fi. Видите, у меня есть колонка Wi-Fi. В этой колонке из телефона, например, я включаю по блютусу, по блютусу включаю блютус, он настраивается с колонкой. И с колонки звучит песня, которую я включаю на телефоне. Так, ковчег и крувим, это была колонка, через которую бог говорил с Мошер Абейну. То есть, как бы понятно, это не были никакие самостоятельные сущности, которые имеют хоть какую-то свободную волю. Это была просто колонка Всевышнего. Все. Значит, дальше, дальше объясняет бог и говорит Мошер Абейну. Вы осито и сделай шолхан, сделай еще стол такой из дерева, того же дерева шетим, какое-то таинственное дерево. Иногда переводят это акация, иногда переводят кедр. И этот стол будет два локтя длиной и локоть шириной. То есть, такой вот прямоугольный стол. И высота его будет полтора локтя. То есть, сделай такой, как ящичек, такой стол. Выцепи Таутоза Автаор и покрой его золотым чистым золотом. И сделай сверху такой вот еще бордюрчик. Да, такой будет бордюрчик, золотой венец вокруг. И что? И сделай высотой в ладонь. Сделай ему еще такую рамочку сверху. То есть, это будет какой-то специальный стол. Специальный стол. И приделай к этому специальному столу из дерева, покрытому золотом, четыре кольца. И пусть его несут на шестах. А зачем это нужно? Зачем нести его на шестах? И сделай его блюда, его ковши, его подставы, жерди. Все это должно быть из чистого золота. Значит, сделай чистого золота. Эта форма, вот эти вот чаши, эта форма, подобная форме хлеба. А хлеб напоминал собой ларец, открытый с двух сторон. Были специальные хлеба, которые выпекали в этих формах. И, значит, хлеб с лицами. У него есть лица у этого хлеба, поверхности, обращенные к обеим сторонам дома святыни. И, значит, эти хлеба, их пекли раз в неделю, раскладывали на этом столе. В общем, это была какая-то очень серьезная, знаете как... Сейчас, секундочку. Значит, это были хлеба, и пусть будет эти хлеба, последний отрывок, И будет на этом столе, будет вот эти специальные хлеба, передо мной всегда. Значит, меня всегда удивляло, вот реально меня удивляло, начиная от того, как описывался вот этот вот передвижной храм. Все вот эти предметы обихода, одежда первосвященников, в Торе очень подробно описываются все вот эти вот предметы культа, назовем это так, да, предметы служения, ритуальные предметы. И они описываются очень четко, подробно в мальчайших деталях. Что интересно, это невероятно интересно, что во всех народах мира священники, они окружали свое служение очень большим количеством ритуальных каких-то нюансов, да. То есть, если мы посмотрим, как одеты там православные священники, римский папа, какие-то разные монахи там, христианские и так далее, то у них у всех, у них у всех есть очень такая, ну, разноплановая утварь, да. Это церковная утварь называется. Как есть известная история, как один священник собирал деньги на храм, и он собирал-собирал, на храм пока не собрал, но Ауди, Ауди уже купил, да, хорошую машину уже успел купить. Это такая шутка, которая, к сожалению, присутствует, что в Торе это источник, это первоисточник. Это Тора записана 3333 года назад, было дарование Торы. И вот отсюда идут все вот эти вот дальнейшие интерпретации в виде христианской интерпретации. Ислам еще позже пришел, да. Но основа, вся основа в Торе. Вопрос остается, почему и для чего служение Всевышнему было детализировано и обраблено вот в такие вот красивые-красивые украшения. Почему и для чего? Я долго не мог понять, долго не мог понять, как я, например, не понимаю, зачем женщины носят украшения. Мне абсолютно непонятно, зачем женщины покупают сережки, кольца, откуда существует вся вот эта вот индустрия, там, торговля бриллиантами. Почему люди едут в Дубае для того, чтобы рассматривать какие-то красивые архитектурные, какие-то там излишества, да. Ответ вот как раз в этом. Человек так устроен, что он мир воспринимает через глаза, через картинку. И второе, чем, как человек устроен, что человек, он должен постоянно чем-то заниматься. Человек не может просто секунды, минуты, ну, минуту он может сидеть неподвижно, ну, да, час. Но есть, которые там тренируются, какие-то монахи там, они сидят, медитируют месяц, они могут высидеть, да. Но всю жизнь человек не может находиться в ситуации бездействия. Он просто не может. Жизнь – это действие. Жизнь – это преобразование и создание. Жизнь – это творчество. И Всевышний, Творец Мироздания, когда он хотел создать место, в котором, в которое приходят люди для того, чтобы служить Всевышнему, это должно было быть самое красивое место, в котором все должно было быть самое красивое, идеальное, с точки зрения там, золотое сечение, какие-то там все эти штуки, которые есть. То есть, есть такое понятие, как красота, есть такое понятие, как, ну, невероятно, вот, например, люди во всем мире всегда восхищаются цветами, да. Цветок – это же невероятно красиво. Снежинка – это невероятно красиво. То есть, в этом мире есть такое понятие, как гармоничная невероятная красота. И вот в храме, в одеянии священника, во всех вот этих вот хлеб этот по ним, этот золотой стол, это эти крувим, которые были, кстати, крувим, они были с лицами детей. И здесь вот тоже есть такая очень глубокая идея на крувим, да. Это тоже идея любавического рэба, называется она «Внутренний ребенок». Что, почему именно они были с лицами детей? Потому что, потому что эти крувим, они показывали, что наша внутренняя связь с Богом подобна связи родителя с ребенком. То есть, мы по отношению к Всевышнему должны себя чувствовать все время как ребенок относительно отца, да, относительно родителей. И бывают проблемы в отношениях, но эта связь неразрывная. Вот эти крувим, которые с лицами детей, которые повернуты друг к другу. То есть, что мы, изучая Тору, можем достичь своей божественной души, а душа, она соединяется со Всевышним. Вот поэтому все были эти крувим, красота и так далее. Поэтому, если женщин радуют украшения, слава Богу, пускай радуются. Если кого-то радует красота, слава Богу, пускай радуются. Если кому-то достаточно служить Всевышнему, просто уходя в лес и любое с деревьями, цветами, тоже красота. То есть, главное, чтобы у человека было намерение увидеть во всем вот эту духовную, духовную сущность всего. Весь этот мир – это проявление Всевышнего. Все, мы получили Тору. Надеюсь, что с помощью изучения вот этого отрывка из Торы мы присоединились к Всевышнему и произвели в себе сущностные изменения на уровне души, которые информация уйдет, а изменение это, я надеюсь, останется. И чтобы Всевышний дал нам возможность этот божественный свет распространять дальше, чтобы было много благословений, чтобы все хорошие, добрые люди получили от Всевышнего силу, удачу, успех, благополучие и благодарность Всевышнему, помнили, что все это от Всевышнего. Чтобы было РФ Ашлама всем вашим близким, вам, если вам это нужно, и всем моим близким, и Боров Бенсарас, чтобы выздоровел и вернулся домой без рата Шем, с Божьей помощью. Все, всем хорошего дня, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова